Добрый вечер, уважаемые телезрители! На Абаза ТВ в прямом эфире продолжаются предвыборные беседы с кандидатами в депутаты 7-го созыва Народного собрания Республики. Сегодня у нас в студии депутаты по 2-му Ткуарчалскому избирательному округу номер 34. Это Абисалом Кварчия, индивидуальный предприниматель, и Ромео Черкезия, начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики. Также по этому округу Центризбиркомам зарегистрированы кандидатами в депутаты Герман Кочарава и Тимур Ткибучава. Я напоминаю, что наш формат мы позиционируем именно как беседу с кандидатами в депутаты, потому что наша главная и основная цель – это ознакомиться с вашей программой и через нас, журналистов, с вашей помощью донести ее основные посылы и тезисы до наших телезрителей, ваших избирателей. И в начале нашей беседы я бы хотела затронуть международную обстановку. В пятницу после известных всем вам событий президент Аслан Жаня подписал указы о признании государственного суверенитета Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В этой связи я бы хотела узнать ваше видение в целом по ситуации в зоне эскалации и насколько, на ваш взгляд, своевременно признание независимости Республик Донбасса. Если можно, Алексей Алексеевич, я бы хотела начать с вас. Вы знаете, это очень серьезный и сложный вопрос. Учитывая то, что мы должны исходить из тех взаимоотношений, которые мы имеем с Российской Федерацией. На сегодняшний день, вы знаете, если в свое время Российская Федерация не вмешала в конфликт, вообще, какая ситуация могла быть в Абхазии, мы должны это учитывать. Мы, когда координируем и внешние деятельности, и когда Российская Федерация, как видите, весьма успешно гарантирует нашу безопасность, и признание нам дало. В такой же ситуации оказались русскоязычные на востоке Украины. Они точно так же провозгласили, но если Российское государство считает нужным их признать, мы обязаны их поддержать в решении этого вопроса. Я вам скажу, даже Южные Осетины, наши братья, Братская Республика, они еще, все не ошибаюсь, в июле признали их. Мы признали, сегодня это очень важно, очень на таком фоне серьезной политической напряженности. Мы должны продемонстрировать, что мы солидарны с Россией, мы поддерживаем с Россией, что у нас один курс. Вы знаете, как? Ну так. Я не хочу больше комментировать. Я вас поняла. Спасибо за вашу точку зрения. Рома Уройнович, на ваш взгляд, насколько своевремен процесс признания? Насколько он своевременно, признание сегодня ЛНР и ДНР, на самом деле сложный вопрос и судит об этом сегодня, исходя из того, что аналогичные процессы происходили у нас. То есть это, в принципе, сценарий, который мы сегодня видим в данных республиках, это тот же самый сценарий, который проходил в нашей республике. И мы, так как Россия является гарантом безопасности сегодня в Абхазии, то мы не могли быть не солидарны с Российской Федерацией в данном отношении. И, в принципе, у нас много лет уже сложились дружеские взаимоотношения с Луганской Народной Республикой и с Донецкой. Спасибо. Вернемся к нашей теме непосредственно. Из социальных сетей мы слышим различные слухи о подкупе избирателей на том или ином избирательном округе. Расскажите, пожалуйста, как на вашем округе обстоит ситуация? Есть ли у вас какие-то жалобы у ваших штабов? Зафиксированы ли какие-то факты подкупа избирателей? Спасибо. Вопрос очень интересный, конечно. Конечно. Но вы знаете, как это не наша функция заниматься. Это должно заниматься Центрисбергом и другие государственные структуры, которые должны обеспечивать именно правильное проведение выборов. Вы знаете, мы все равно будем говорить, если вы позволите, вообще любое государство, тем более такое государство молодое, как наше, в процессе становления, в процессе строительства государства, это, как оказалось, не самый простой вопрос. Мы ничего упрощать нельзя. И всегда эффективные государства, в которых экономика развитая, траектория развития идет по другой, значит, вернее, развитие идет по другой территории у всех государств, вот фундаментальным принципом развития этих государств является функционирование института. Что такое институт? Институт – это правило игры, которое определяет те же законы. Законы сами по себе – это компромисс, да, тоже между разными, поэтому делаются выборы. И вот от качества этих институтов зависит успешность этого государства. Самым порочным институтом, это не я, как бы придумал, не мое, это как бы научно обоснованно, самым порочным институтом в государстве еще много является нечестные выборы. Само государство должно быть заинтересовано, чтобы выборы проходили честно. Понимаете, если выборы не могут они обеспечить, тогда лучше оставить какую-то другую структуру. Поэтому это очень важный фактор. И в политическом развитии у нас немножко сам выборный процесс чуть-чуть деградированный получился. У нас мы голосуем не за программу, мы голосуем не за какое-то развитие, или мы из каких-то нравственных принципов не делаем выбор, мы голосуем за кого-то. Вот мы хотим, чтобы он попал в парламент. А с какой целью, с каким результатом нас это не интересует. Конечно, это не наше дело, мы этим не занимаемся. Мы занимаемся, озвучиваем свои программы, общаемся, встречаемся с избирателем. Ну, избиратели его права за деньги решат этот вопрос. Но люди, понимаете, как в депрессивном регионе, людям это как бы живут сегодня хотя бы что-то. А там что будет, мы сейчас не можем их нагетировать, что мы такие законы будем, ваша жизнь улучшится и так далее. То есть у вашего штаба конкретно нет пока никаких... Нет, конкретно фактов нет, фактов, что мы и не ищем. Даже если будут, это не мое дело, это пускай занимаются тем, кто должен заниматься. Спасибо. Я же не следователь. Да, но штаб инициирует обычно жалобы, поэтому я задаю такой вопрос. Как у вас в штабе, Ромео Ройнович? У нас, в принципе, ситуация аналогичная. То есть зафиксированность именно в ходе работы нашего штаба подкупы избирателей мы как бы не наблюдали. На самом деле соглашусь с тем, что это прерогатива соответствующих органов заниматься решением данного вопроса, если как таковые имеются, конечно. Нами зафиксировано, да, не было такого. Мы цивильно проводим свою работу, мы также видимся с избирателями, беседуем, говорим о своей программе, о своих видениях решения определенных вопросов. То есть на такой как бы дружеской ноте мы проводим данную процедуру. Ну и отлично. Мы не покупаем мандат, мы предлагаем наше видение. Если люди примут, спасибо, они примут. Мы говорим о тех вещах, что мы хотели бы и сделали бы и так далее. К этому мы еще перейдем. Сегодня говорит о том, что мы там... К этому мы еще перейдем. Ваша предвыборная кампания проходит довольно сложное время. В стране бушует пандемия коронавирусной инфекции. Скажите, вот в этой связи вообще возможно проводить полноценную предвыборную кампанию? Возможно ли организовать встречи с избирателями? Вообще, как функционирует работа штабов вот в таких условиях пандемии? Очень сложно. Вот мы, когда сформировали штаб, фактически дней 10-12 мы не могли ходить, потому что практически все заболели. Потом, буквально вчера я хотел в одном доме многоквартирном сделать встречу. Мне сказали, что половина людей болеет, а человек пять вообще в Гудаутском госпитале находится. Поэтому на этом фоне в городах труднее проводить. Но в сельской местности легче, как бы с людьми на улице общаешься, там в этом плане попроще. Ну да, меры соблюдать. Да, попроще. Но в городских условиях сложно сейчас людей собирать где-то в помещение. Это, понимаете, высокорискованное мероприятие. Но, тем не менее, мы стараемся как-то... Все-таки надо было, знаете, как в этой ситуации использовать эфирное время. Минимизировать контакты с людьми, чтобы мы могли, вот используя, да, всякие ресурсы, общаться с нашими избирателем. Понятно. У вас как? Да, на самом деле, в связи с пандемией, конечно, сложно проводить какие-либо массовые встречи. Да и цели не стоит такой, чтобы массово собирать людей и так далее. То есть, благодаря и за выборами и так далее, жертва здоровьями людьми, конечно, это не целесообразно, неправильно, это вообще не человеческий подход. Мы на сегодняшний день провели всего лишь две встречи пока на данном этапе, но при этом мы также как бы, то есть, не шли к тому, чтобы собирать людей не массово там. То есть, определенный узкий круг, и то соблюдая все меры, не дистанция, маски и так далее. То есть, по возможности старались, естественно, уберечь людей и так далее. И также не занимали много времени, так как погодные условия, к сожалению, не позволяют. То есть, встречи проходили они все были. Проведены, то есть, не в закрытом помещении, то есть, на улице, как бы тихо, спокойно. Да, на самом деле, в деревнях намного проще с этим вопросом. А вот в самом городе Творчалда, я чувствую, сложновато. На самом деле, многие болеют. И также многие люди, в принципе, когда даже вот агитационные группы выезжают и так далее, тоже они соблюдают все меры предосторожности и стараются минимизировать контакт с людьми. Абисалом Алексеевич, вы давно в политике. Лично, либо как представитель той или иной общественной организации, вы долгие годы находитесь на политической арене страны. Вы, Ромео Ройнович, относительно новое лицо в политике. Но и вами, и вами принято единое решение баллотироваться в седьмой созыв парламента Республики Абхазия. Расскажите, пожалуйста, чем оно мотивировано и с чем вы идете в седьмой созыв народного собрания? Вы знаете, как можно разные пафосные слова говорить, но чем мотивировано, я вам объясню. Я вообще предприниматель, я всю жизнь в советское время был руководителем предприятия, все время как-то у меня выработался стиль. Ну, когда работаешь, получаешь какой-то конкретный результат, какие-то ресурсы используешь грамотно, там вот это все. Ну, как бы это стиль, в котором я чувствую себя комфортно, работаю, имею какой-то результат. Я вот после войны, не знаю, столько рабочих мест вообще в Абхазии создавал, разные виды предприятия. Но в один прекрасный момент я занимался еще параллельно переработкой сельского хозяйства. В один прекрасный момент для меня вот такое открытие, озарение пришло, что с правовой точки зрения, да, вот как бы институционально ни предприниматель, ни сельхозпроизводитель, ни даже крестьяне не защищен абсолютно. В любое время можно принять какие-то нормы, которые будут ущемлять, которые будут мешать ведению бизнеса. И механизма защиты нет, ни законодательно, никак. Это для меня было открытие, когда у нас, помните, тогда был такой период, когда ввели пошлину на вывоз ореха фундука. Вот что меня подтолкнуло. Вы понимаете, я ходил во всей станции, всем объяснял, что это фактически вы залезли в карман крестьянина. Не бывает, понимаете, в бизнесе есть свои какие-то законы. Так не бывает, чтобы кто будет посредник или не будет платить, сколько свое возьмет. Пострадает крестьянин. Устоявшийся внешне есть. Ты пошлину, это плательщиком является крестьянин. Вот это я не смог доказать. Я стал, знаете, плохим и так далее, и так далее. Точно так же по отношению к предпринимателям. Вот был такой, который и сейчас распаривается с законом, был принят об НДС. Вообще автором налога на добавленные стоимости является Германия. Но они его внедряли, экспериментировали ровно 15 лет. Мы сегодня приняли, завтра, значит, все проголосовали. Понимаете, вот я почувствовал, что нет механизма защиты, не притягивает никого на законодательном уровне. Я и в комитеты ходил, кому только я не подходил. Понимаете, вот все соглашают, да, это вы знаете, вы правы. Но вопрос не решается. И вот у меня такой порыв был. Думаю, если бы мы представитель, да, вот бизнес или кто-то не будет в парламенте, то нам всегда будет плохо. Вот я, вот, может, это наивно, может, там вообще, ну, вот что меня, как бы, у меня и в мыслях не было вообще пойти в парламент. Но когда я столкнулся с такой проблемой, вот оттуда пошла, пять лет назад я попытался, в общем, вот, и сейчас, как бы, уже по инерции этот идет, уже и пока такая проблема сохранена. То есть ваша основная вот задача, это улучшить именно правовое законодательство в плане организации бизнеса, ведения бизнеса, налога на... В плане защиты бизнеса, в плане защиты собственника, в плане защиты работодателя. У нас даже термина такой нет, как работодатель. Человек, который создает рабочие места, это должен быть объектом номер один для любого государства. У нас даже такого понятия нет. Вот какие рабочие места. У нас даже нет структура занята. То есть у нас нет понятия, что такое доход населения на душу. Мы не знаем, какой доход населения. Мы же видим, вот, общаясь с людьми, люди находятся, знаете, на грани выживания. Вот в процессе нашей, вот так скажем, псевдодемократической, да, развития, которое наша политическая культура деградировала. У нас идет немножко правила игры совсем другие. Понимаете? Вот человек остался за бортом всех событий, он остался забытым. Потом, ну, дальше, если вы по программе будете меня... Да, конечно, конечно. Ваш основной посыл, я поняла. Мотивация моя только в этом заключается. Я вас поняла. Рома Оруинович, с чем вы идете, депутат Народного Сограния? Начну с такого юмора, который у нас в узком кругу друзей, да мы порой шутим, проработал более 10 лет в судебной ветве власти. На данный момент в исполнительной ветве власти осталось законодательно. Ну, это так, шутка. А так, на самом деле, вот работа в сфере социального обеспечения граждан, Министерства социального обеспечения, то есть хочется, на самом деле, на законодательном уровне вывести, закрепить социальную среду, а также назревшиеся реформы, это в области пенсионного обеспечения граждан, которые требуют кардинальных мер по их решению. Также развитие сельского хозяйства в этой части, также хочется в правовом русле закрепить. В том числе и много нормативно-правовых актов, которые требуются для регулирования трудового законодательства нашей страны. Он у нас трудовой кодекс принят 18-го года, уже в силу вступил, то есть, как бы, до ее реализации в полном объеме исполнения трудового законодательства необходимо много подзаконных актов, на уровне правовых актов также принять. Ну, это всегда в красе сказать. Среда сельское хозяйство? Сельское хозяйство, и в социальности это реформы, очень много социальных реформ, которые, социальное обеспечение граждан. То есть все это надо закрепить на законодательном уровне. То есть без этого никак. Так как у нас очень много социальных проблем. И вот то, что Абисон Алексеевич сказал по поводу занятости и так далее, в Министерстве судообеспечения, целое управление по труду и занятости, там тоже у нас много разработанных в данном управлении, много законопроектов есть, создана целая платформа и так далее. То есть об этом позже можно будет подробно как бы раскрыть ее. Я вас поняла. Вы оба, насколько я знаю, идете в парламент в качестве независимых кандидатов. Правильно? Никакую политическую партию вы не представляете. В этой связи хочу вас поинтересоваться. Вот в нашем обществе периодически, но обычно это в пору предвыборную, начинаются разговоры о том, что нам необходимо от имеющейся мажоритарной избирательной системы переходить к смешанной избирательной системе. На ваш взгляд, готовы ли мы к таким конституционным изменениям? Готовы ли наше общество, созрели ли наши партии для того, чтобы участвовать в смешанной избирательной системе? Начнем с вас. Вот юристу надо было задать этот вопрос, он более квалифицированно ответил бы. Вы знаете, я схожу, мы же как бы в бизнесе, в бизнесе смотрят, там, как вам сказать, результат, есть показатель твоей работы, там эмоции не присутствуют, лозунги и так далее. Вот мы смотрим на результат вот этой системы, которую мы имеем. Я думаю, результат не совсем, как говорится, симпатичный у нас получается. У нас идет деградация политической культуры. У нас нет, вот партии, да, мы говорим, у нас много партий, но вы покажите у партии, которая есть внятная программа развития государства, которая видит какое-то видение есть, да, стратегическое, какая миссия вообще нашего государства, какие у нас, для чего мы ее создаем. А из миссии исходят стратегии, стратегии дальносрочные, безусловно, задачи какие-то. Вот в этом плане как бы нету. Теперь по нашей системе мы видим, что эта система не дает, скажем, результата. Сегодня, да, вот мы должны, мы открыто говорим, понимаете, пока мы не научимся говорить правду, у нас ничего не поменяется. Вот народ недоволен нынешним парламентом, да, есть какие-то моменты. Я считаю, что авторитет парламента у нас немножко понизился. Это очень плохо. Это ведь власти, это представительская власть. Многие, знаете, не упрощают, это представители наши в законодательстве, чтобы они контролировали правильные расходы. Что такое бюджет? Это закон, который ежегодно принимается. Это наши представители смотрят, ущемляются какие-то слои населения, учеба, медицина обеспечивается. И потом, как бы они там сидят, наши представители, которые должны профессионально изучать все эти законы. Самый важный закон, еще раз, это бюджет, который принимается, помимо других законов. Поэтому мы, я не хочу говорить сейчас о профессионализме, да, но вы извините меня, но я не знаю. Я думаю, что мне не нравится, да, когда парламент принимает какой-то бюджет, скажем, у нас тут же есть страховка. Значит, Министерство финансов по старому бюджету может распределять. Они не могут как бы их вот загнать в какой-то угол, чтобы они приняли другой какой-то бюджет. Ну, мы принимаем ежегодно бюджет, это ущербный бюджет. Вы понимаете, 10 миллиардов для нашей республики, для развития, это очень важно. Поэтому эта система, вот, о которой мы говорим, туда могут попасть случайные люди, туда могут попасть, вот, скажем, если человек, жена, его фамилия и теща фамилия, да, многочисленного, все, он уже 100% попадает в парламент. Критерии подбора должно быть другим. Когда мы идем по партийным спискам, мы знаем программу партии, мы видим список каких людей, какие личности. По крайней мере, там фактор родственника отсутствует. Фактор сосед отсутствует. Как-то мы более-менее приближаемся к цивилизованному какому-то... Вот сейчас мне говорят, какая у вас программа, какая может... У меня есть идея. Программа должна реализоваться в команде. Если я был бы в партийном списке, от партии шел бы, да, наша партия имеет такую программу и так далее. Если вы за нас проголосуете в государствах, где по такой системе формируется парламент, они победившие партии... А пропорционально или посмешано сейчас? Нет, я только говорю по пропорционально, да, по партийному списку. Мажоритарное вообще, оно дискредитировало себя в условиях Абхазии. Как бы мы красиво ни говорили, я считаю, что это... Оно результата не дало. Абисалум Алексеевич, ну совсем грустно получается. На ваш взгляд, партии у нас без программ, в них вы сегодня не верите, эти мажоритарии тоже себя не оправдали. Так какой выход? Я вот не могу... Только я выход... Усовершенствование партийной системы? Вот оно автоматически усовершенствовано. Мы ожидали, что в этом этот созыв примет закон по хотя бы частично партийным... Хотя уже партии мобилизовались бы. Партии представляют, какие программы... Они список включали для людей, я думаю, искали достойных. Не обязательно людей. Такое мнение, что если по партийным спискам только член нашей партии. Не совсем так. Если есть какой-то человек грамотный, партия должна подойти и попросить. Мы хотим, чтобы вы нашу партию представляли в парламенте, чтобы мы... Значит, список вас... Вот так вот формируется парламент. Каждая партия будет заинтересована в качественном депутатах, в качественном представительстве. Но это, я считаю, это был бы более прогрессивный шаг вперед для нас. Мы можем все... Потому что существующая система устраивает кого-то. Поэтому под любым предлогом мы будем говорить, нет, это надо сохранить, это неправильно. Я еще раз говорю, результат какой? Вы довольны результатом? Вот как гражданин Республики Абхазия? Это мы с вами потом обсудим в Ле-Фире. Здесь я корреспондент-журналист. Конечно. Значит, вы в итоге за пропорциональную полностью, даже не за смешанную. Нет. Понятно. Смешанная, это опять путаница. Понятно. Рома Уровинович, на ваш взгляд, мы готовы к смешанной системе? Вообще поддерживаете вы эту идею? На данном этапе, на сегодня, пока слишком рано об этом говорить. Это сугубо мое мнение. Иду чего? Именно оно нам и интересно. Иду того, что у нас сегодня сколько партий в стране? Около четырех или пяти партий. Одиннадцать, если я не спросил. Одиннадцать партий. У Ритя же даже не знал, сколько этих партий, так как не видим их работу, их программу, то есть данных партий, надо пересмотреть вообще правовую часть. То есть для регистрации сегодня партии как минимум 2500 подписей. или даже, может, более того. Ну, около того, где-то примерно подписи тебе. Там тысяча подписей и пять региональных отделений. То есть они сегодня должны все функционировать в полном объеме. Сегодня у нас как таковых партий нет, которые бы соответствовали законодательству. Это один момент. В принципе, если новые партии, которые будут образовываться, они все молодые партии, они себя не успеют как-то проявить как партия. То есть для этого они должны проделать свою определенную работу, показать результат, а потом уже переходить к такой системе выборов. Пока на данном этапе считаю, что это просто рано. Не готовы просто к этому. А вот вам не кажется, что если, допустим, принять такое решение, то вот как Абисалом Алексеевич сказал, это автоматически постигнет партии к тому, чтобы расширять свою программу, увеличить свой количественный состав, то есть свою работу как-то возобновлять. Нет, то, что это сподвигнет к работе, это да, это, конечно, сподвигнет. Но это не говорит о том, что, допустим, в следующей стране, восьмой созыв, к примеру, уже мы можем с уверенностью сказать, что мы готовы уже к партийным выборам. То есть вы, в принципе, за смешанную систему, но в дорогосрочной перспективе. Да, 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 с того государства. Надо посмотреть сначала, как себя проявить. Не, вы знаете, как многих кандидатов же многие первый раз видят, слышат, да, если они были в партии, то вы видели такие круглые слова. Ну да, он бы представлял не себя, а партийную программу, естественно. Для этого надо проделать работу, чтобы это увидеть. Этого партия должна работать не только перед выборами. Естественно, естественно. Сегодня я человека увидел, две минуты ему дают на озвучивание, за две минуты я могу иметь мнение? Нет, безусловно, это очень сложно. Для этого время необходимо, но к этому проходить нужно, и это правильно. Просто нужно для этого время. Ваши избиратели, большое количество из их числа, согласно зарегистрированному округу, это сельские жители. На каком уровне сегодня находится аграрный сектор в вашем районе? И вообще, в целом, каково ваше видение возможности развития сельского хозяйства в стране? Уважаемые телезрители, я задаю этот вопрос, потому что в программах обоих кандидатов он довольно подробно расписан. Абисалум Алексеевич, пожалуйста. Вы знаете как, вот там мы определиться вообще должны. Что такое село, его значение. Тут объяснять не надо, все понимают, да, это и традиции, и ландшафты, и так далее, и так далее. Мы там написали, да, что должен быть закон о подсобном личном хозяйстве. У нас по нашей статистике, да, где-то около 40 тысяч чиновников и 4 тысячи работающих. Остальное население чем занимается? Безработно. Понимаете? Есть самозанятые, да, такое понятие как бы, да. Поэтому надо определиться, кто такой житель села. Кто такой, что за единица такая. Надо законодательно закрепить, вообще должен ли житель села получать пенсию. Должен ли получать какие-то привилегии. Понимаете? Поэтому это надо определиться с этим. Во-вторых, у нас, к сожалению, к сожалению, да, еще нам мешает вот советская ментальность. Что такое советская ментальность? Вы понимаете, когда житель села получал готовую программу, ему давали шелкопряд, ему давали там саженцы, табака, он знал, вот ему дали, ему надо работать. Он не думал, кому сдать. Пришел заготовитель, забрал, как бы другая система была. Вот люди инерционно сегодня тоже что-то ждут от государства. Понимаете? Им надо сказать, что вам не надо ни от кого ничего ждать. Вам никто ничего не даст, если вы сами не сделаете. Вот с чем надо приходить к людям. Понимаете? Я же ездил, в принципе, и в Италии два раза был, и в Торции был, и в Крыму был еще до всех этих событий. Я видел, как люди там самоорганизуются. ИТС создают кооперативы, объединяются. И они работают. Вы понимаете, как сегодня житель села, который вот по графику, к которому приходит трактор, да, спах от поля или так далее, он сидит, ждет. Он держит там 20-литровый керосин, бегает за этим трактористом. Спаши, он должен быть огород спаха не тогда, когда трактор, а когда это положено. Крестианина, я вижу, крестианин мы как-то упрощаем. Все-таки мы должны создавать фермерские хозяйства, независимый человек. У него должна быть мини-техника, свой какой-то мини-плуг и так далее, чтобы он механизировать мог максимально свой труд. Это должно обеспечить государство? На этом этапе государство. Его надо, знаете, как вот космическую ракету, да, на орбиту. Дальше он сам пойдет. А где государство взять на это? Это ведь колоссальное средство каждого крестианина обеспечить даже минимальной сельхозтехникой. Ну, доходите, я вам такую цифру скажу, да, с 2012 года по 2020 год на сельское хозяйство было потрачено официально бюджетных денег, если я не ошибаюсь, 1 миллиард 600 миллионов рублей. Куда они ушли? Это есть неэффективное распределение, потому что мы распределение по советской системе. Нужно уделить внимание, вот я вам скажу, какие проблемы у нас сегодня в сельском хозяйстве нету, значит, косилки проблема. Вот, скажем, сено. Вы понимаете, о каком развитии сельского хозяйства мы сегодня можем говорить, что вы понимали. Вот в его родном селе, я был в Беде, там его сестра заведует магазином. Я там, знаете, чем был удивлен? Там продают куры пролерные. Ролерные. Все ли? Ну, это не только в Беде, и хочу вам сказать. Я не ожидал такого сена. Понимаете, как? Вот такая ситуация. Мы сегодня, вот посмотрите, на трассе продают сено. Мы с России импортируем сено. Вот уровень нашего развития. Поэтому подход должен быть не советский, да, там, колхоз. Я против МТСов тоже. Должны быть мелкие, пососедские кооперативы. Каждому выделить мини-трактор, мини-технику. Он будет сам развиваться. Он должен быть независимый. Вот это есть фермер. Есть посчитанная, я вам говорю цифру, которая лет 10 назад, да, в Евросоюзе такая норма была. На 20 гектаров площади для обработки нужны техники минимум на 50 тысяч евро. Вот такой норматив. Поэтому мы входим по селам, видим, вот смотрите, еще с чего начинается развитие села. Должен быть сделан паспорт села. Там в паспорте села должно быть все, возраст, сколько женщин, сколько мужчин. У нас же есть по хозяйственной книге. Ну, я не думаю, что паспорт села есть. Там должно быть именно обозначено. Может быть, есть. Есть, полувозрастной состав, конечно. Это все там учитывается. По хозяйственной книге. Там, по-моему, шнуровая книга, так называемая. Да, да. Комитет по статистике составляет. Смотрите, мы должны, хотя об этом уже много говорится, да, вот скажем, кадастровая оценка земли. Это очень важный момент. Пока это не сделают, фактически некорректно даже налог на землю применять. Вот. Мы должны знать, какие земли пустуют, какого качества эти земли, какую культуру там надо возделать. Где-то цитрусовые, где-то растеневодство, где-то овощеводство, где-то, может быть, пчеловодство нужно регион. Где-то, может быть, нужно... Понимаете, крестьянину надо дать помощь, поддержку. Вот посадить ему хорошую... Сейчас новые культуры, новые сорта. То есть государство должно способствовать развитию мелких подсобных хозяйств? Вот я вам скажу сейчас... Мы должны перейти к вашему оппоненту. Родственник попросил там участок земли, чтобы ему исследовать, да, по... Вот я послал к своим там в институт в Россию анализ 42 тысячи рублей, анализ почвы. Ну, там совсем вытыкающая микрофлора и так далее, и так далее. Может заплатить сегодня крестьяне, не может заплатить. Это должно быть другого уровня. Роман Уройнович, как вы видите сегодня проблему развития сельского хозяйства? Какие у вас идеи в этом плане? Самое обидное то, что когда в прилавках нашего магазина мы видим сельскохозяйственную продукцию, не производство нашего внутреннего, а за рубежом то, что мы завозим. Так как у нас одни из плодородных почв на юге, и мы при правильном подходе, при разрабатывании соответствующих программ для развития сельского хозяйства, данной культуры можно было бы у нас выращивать. Как минимум, хотя бы для внутреннего рынка. Уже не говорю о вывозе, конечно. Хотя и это возможно, и для этого у нас, в принципе, хватает всех ресурсов. Просто нужен правильный подход, нужна программа. Они могут быть краткосрочными, долгосрочными для развития сельского хозяйства. То есть у нас сегодня одним написанием закона о развитии и так далее, да, вот в данном направлении не решить проблем. Нужны программы. Как бы-то мое мнение в этой части. А так, также не только продукцию. Животноводство у нас можно развивать. Почему у нас мы должны завозить данный вид продукта тоже. На ваш взгляд, это также должно обеспечивать государство? То есть... Ну, в любом случае сельскому жителю нужен толчок определенный. То есть если сельскому жителю дать возможность для реализации, то он в последующий же сам себя будет обеспечивать, уже не говоря о поступлениях и налоговой системы и так далее. То есть в любом случае без помощи государства сегодня сельскому жителю тяжело будет и восстановить, или создать что-то новое, ввиду того, что на все требуются определенные финансовые затраты, у которых сегодня местных сельских жителей его нет. Нужен государственный подход. Без государственного подхода, учитывая, что наша республика является таким сельскохозяйственным регионом, даже сложилось, даже из Советского Союза к нам то, что наследство перепало, у нас они сегодня все в принципе в чайках, я знаю, производим, да, вот элементарно скажем, остальные продукции, то есть мы все утеряли. Его нужно восстанавливать. Ресурс, в принципе, есть. То есть все новое, это хорошо забытое страна. Ну да. Возвращаться к тому, что было... Пойдем ремарку можно, я извиняюсь. Только если очень коротко. Я не зло употребляю в вашем отношении. А моим отношениям нет, эфирным временем да. Вот смотрите, чтобы вы понимали, что такое сельское хозяйство. Я вас прощу городка. У нас закона нет о сельском хозяйстве, у нас только положение. У нас даже год назад был понижен статус сельский, довели его до комитета, потом опять. Вот все отношения и результат соответствующий. Понятно. Давайте поговорим об энергетике. Нынешняя холодная зима обнажила этот кризис, по-моему, во всех его красках. Несмотря на то, что энергетики наши работали круглосуточно и без выходных, мы часами сидели без света, потому что локальная замена проводов и латание дыр не решит проблему системы. Проблема в системе. Вот на ваш взгляд, почему с каждым годом мы все больше и чаще говорим об энергетической проблеме, а решение ее так и не предвидится? Веселом Алексеевич. Опять я. Хорошо, спасибо. Вы знаете как? Я вот не верю, вот как гражданин, да, я чуть-чуть как бы инженер по образованию, я не верю, что проблему энергетики за 30 лет невозможно было решить в Абхазии. Вообще вот, если спросить юриста, да, могу вот задать вопрос? Конечно. Вы можете обмениваться репликами? Нет, конечно. Это товар, который можно реализовывать. Товар, правильно? Но это особый вид товара. Сейчас нельзя к Ингургесу подъехать и сказать, загрузите мне 20 мегаватт, или я поехал. Это транспортируется по особому виду, понимаете? Кто собственник этого товара? Государство. Значит, мы с вами, правильно? Это собственник народа. Теперь вот я смотрел, в социальных сетях выступает, значит, представитель энергосбыта и говорит, у нас собираемость 40%. Значит, у нас заходит, условно говоря, 1 миллиард киловатт часов, а выходит 40 миллионов. 60 миллионов, как вопрос, кто сидит в проводах. В полиции в воздухе. Понимаете? Поэтому пока у нас, вот вы понимаете, я считаю, это ЧП, да? Государственная собственность исчезает. Никто это не контролирует, никому это не интересно. И электроэнергия начинается с учета контроля. Вы мне покажите, мы все же пользуемся социальными сетями. 0,28 копеек мне не хватало, я не знал, меня 12 часов ночи отключили. Все предоплатно у нас, да? За интернет предоплата, за телефон предоплата. А электроэнергия бесплатна, конечно, не будет развиваться. А того, что уважаемой Тимур Кация будет на фоне взорвавшего со-трансформатора стоять и говорить, ребята, ну не делайте так, нельзя перегружать. Это не энергия. Это должно быть, понимаете, как если мы государство, государство должно быть жесткие правила, и эти правила надо отслеживать. Вот причина... Предлагаете повысить собираемость и начать решение проблемы с этого? Контроль над расходом электроэнергии. Это задача и платежами. Обязательно. Понятно, Роман Ройнович. Сегодня мы, в принципе, много можем говорить, почему мы сегодня подошли к энергетическому кризису, в чем причина и так далее. Да, одна из самых важных причин, почему это то, что это не вчерашняя проблема, она со временем накапливалась. Вот результат мы сегодня видим. Вопрос совсем в другом, я считаю, что пути решения, выхода, вот это самое главное. В чем вы видите? На данном этапе у нас даже нет времени о завтрашнем дне, что мы вот давайте эту проблему решим завтра. Меры нужно применять в любом случае сегодня, так как потребность в употреблении электроэнергии, она растет у нас в каждом разом. Вот мы сегодня говорим, например, элементарно о тех вещах, что сегодня экономику Абхазии, туристическую отрасль, сельскохозяйство не развить без инвестора, необходимые инвесторы и так далее. Да, на самом деле у нас сегодня не хватает наших государственных денег для развития данных отраслей, нужны инвесторы, но приходя инвестор в Абхазию, естественно, для него также необходимо предоставить все условия, то же самое электроэнергию нужно предоставить. Если мы сегодня это нужно просчитать и посмотреть, если мы сегодня не в состоянии своими средствами восстановить и просто будем говорить о том, что мы можем, мы завтра это сделаем, то, естественно, проблема не решается. Нужен подход более жесткий. И если есть тот человек, который может сегодня восстановить хотя бы какую-то часть перепадных и так далее, и условия выгодны для нашего государства, если мы не можем сами, если само государство не может обеспечить свое население электроэнергией, то нужно находить выхода, стратегический объект, об этом много говорится и так далее. Да, я прекрасно это тоже понимаю. Но, говорит одними словами, проблема в электроэнергии не решается на сегодняшний день. Естественно, нужен такой более жесткий подход, это, на мой взгляд, если возможно изыскать те финансовые средства, которые решат данную проблему, собственные, то их нужно находить. Но если у нас их не будет, то завтра у нас население останется без света. Что мы будем делать? Я поняла. Уважаемые кандидаты, мы в эфире более 40 минут. В завершение нашей беседы я бы хотела провести короткий блиц-опрос. Это короткие вопросы, на которые вы просто отвечаете за вы или против. Это вопросы по самым таким резонансным темам, на мой взгляд. Первый. Продажи недвижимости иностранным гражданам. За или против? Вы знаете, как и на этот вопрос я не хочу отвечать за, против. Это должно быть в контексте какой-то общего программы развития, общего видения перспективы государства. Только с этим и должно быть связано. Спасибо. Роман Абридович. Вот как только мы решим проблему с жильем с населением для граждан республики Абхазии, тогда возможно мы будем готовы подойти хотя бы к обсуждению данной темы. Сегодня это не. Ясно. Абисалуна Алексеевич, закон о полном запрете абортов. Вы поддерживаете его или нет? Вы знаете, любой закон должен быть подкреплен чем-то. Обязательно мы можем не разговаривать. Абисалуна Алексеевич, это Блиц-опрос? А, Блиц-опрос. Нет, не поддерживай. Роман Абридович? Буквально вчера разговаривал с медиком и он сказал оно не запрещено по медицинским показателям ее невозможно запретить. Он мне писал, вот так на сегодняшний день в принципе я согласен с запретом. как вы относитесь к добыче нефти в Абхазии? К добыче нефти как относитесь в Абхазии? Опять-таки вы знаете как это все должно быть связано с государственной программой. Но если вы меня спросите я чуть-чуть знаю эту отрасль чуть-чуть знаю это высокорискованно экологически небезопасно тут надо все риски кто гарант там много нюансов но на сегодняшний день мы не готовы реализовать эту программу. Против? Если минимизируем экологические риски и в зависимости что от этого получит наше государство вот только после можно сесть опять-таки за стол и реклама. Спасибо, Абисалом Алексеевич спасибо Ромео Ройнович за содержательный разговор уважаемые телезрители я напоминаю что в нашей студии были кандидаты в депутаты 7-го созыва Народного собрания по 2-му Ткуарчалскому избирательному округу номер 34 сейчас на нашем телеканале выпуск новостей а следом предвыборная беседа в прямом эфире с кандидатом в депутаты по Бзевскому избирательному округу номер 11 Артуром Анклаб оставайтесь с нами до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok